Здравствуйте, дорогие телезрители! Видите, какая у меня довольная физиономия? Да, и мои ютубщики тоже подписчики. Да потому что, наконец-то, все начало всходить. А то ведь просто одни страдания в душе. На моем столе и контейнеры, и горшки, и всякие коробухи. Это, да, такие емкости, в которые я сею, когда надо отделить кого-то от кого-то. Значит, вот эти горшки вы уже видели. Это то, что 30 декабря посеяно. И здесь на каждом растении циэто-баклажаны. Они, кстати, очень крепкие листики у них, недохлые. По два настоящих листа практически у всех. И перцы. Это перцы Ольга, гагашарного типа. У них тоже по два настоящих листа. Пикировать даже для того, чтобы вам показать. Я все-таки предпочту хороший знак зодиака. Я люблю лунный посевной календарь. Просто так я их передвигать не буду. Мы это оставим на чуть попозже. Чтобы не натворить ничего и не испортить самому себе, не надо торопиться пикировать перцы и баклажаны с одним настоящим листом. Вот понимаете, мнения настолько разделились. Пикировать или не пикировать. Один лист или два? Пожалуйста. Я все-таки предпочла бы два листа. Потому что растение окрепло. Оно хоть на что-то похоже. И никаких особых подсыпаний вот так. И пикировка только на том уровне, как растение соросло. Ну и что, что длинноногое? Пусть будет длинноногое. Лучше проветриваться будет. Слышите меня? Я надеюсь, что да. Теперь перейдем вот к этим стаканчикам. Зачем они здесь появились? Ну да. Опять мнение расхожее. Пересадить сразу в большой горшок. Или все-таки как бы медленно и верно перекатывать. Пересадить сюда первый раз. Отсюда перекатить в большой горшок. Перекатить не пересадить. Перекатить значит сохранить всю корневую систему. В стаканчике могут быть, да, вот 200-граммовый, белый, отражающий свет. А есть другие, которыми вы любите баловаться. Ну я согласна, можно и такими же. На тыть можно где-нибудь. Да, почему нет? Только оберните это белым листом бумаги. Или черным. Без разницы. Но корни у этих растений, которые мы пикируем, они в природе не растут на свету. Они погибнут у вас. Понятно, да? Ну я надеюсь, что да. Значит, теперь посмотрите на этот контейнер. Здесь наконец-то взошли перцы и баклажаны, которые посеяны были вот с 18 по 22 января. Да? Правильно? Правильно. Переход весы в знак скорпиона. Замечательное время. Ну луна немножко неподходящая. Но я все-таки выбираю всегда знак, а не фазу луны. Значит, посчитаем, кто взошел и сколько выпало. Я переверну другой стороной, чтобы мне было видно название. А вам будет все равно видно. Значит, перец эскимо. 5 посеяно, 5 взошло, 100%. Значит, Деннис. Так, 5 и 1 не взошел. Но здесь кто-то пробивался несчастный. Все-таки из 10 один выпал. Это, конечно, не очень хорошо, потому что цена этих семечек за 5 и 10 штук, она зашкаливает. Дальше, Аристотель. 5 посеяно, 5 взошло. Можете посчитать. Значит, и перец каенский, мой любимый, самый горький. Ну, а как оказалось, есть еще горши, но из употребляемых нами, самый жгучий. Здесь было посеяно семечек, наверное, 10. Ну, раз, два, три, два, всходят 4, 5, 6, 7. Это хороший результат. И 7 кустов горького перца. Это вот так. Он до сих пор завороженный в холодильнике есть. Значит, это баклажаны пинг-понг. Ну, комси-комса. Значит, кое-как кто-то взошел. Не очень нравится. Кстати сказать, вот в горшке из той же пачки взошли гораздо лучше. Здесь сбоку японский карлик перец. Значит, здесь было посеяно 5, и 5 взошло. И неоновый шар. Вытаскиваю бумажку, потому что из 5 посеянных не взошел ни один. И что я должна сказать про качество семян неонового шара? Ну, за что я деньги заплатила? Ни за что. Значит, эти перцы, посеянные с 18 по 22, они себя прекрасно чувствуют. Стоят они под лампой. У них у перцев 4 часа, у 8 часов посвечивания 4 утром и 4 вечером. У баклажан 11-12 часов. И у томатов будет так же. И я хочу вот к этим товарищам подъехать в этих контейнерах. В этих самодельных контейнерах посеяны, в этом посеян корневой сельдерей. И я думаю, что вам хотелось бы увидеть, да? Они тоже посеяны с 18 по 22 января. И слава богу, сегодня уже начало февраля. И здесь наконец-то появились крошечные роски. Сельдерей сеется поверхностно. Я его посеяла так в легкую и вольно. Ну, я думаю, что штук 50-60 здесь вырастет. Кстати, взошел хорошо. Он был и в холодильнике, и везде. Вот только появились всходы. И теперь этот красавчик уедет в холодильник под пленкой. Или в завязанном высоко, вот так, пакетике. И до утра он будет стоять в холодильнике. И только утром, когда рассветет, я его отправлю на прохладный балкон. Но я, конечно, его закрою совершенно прозрачной. Поставлю палочки и пленкой натяну ему тепличку. В этом контейнере посеян лук по реке Лима. Господи ты, боже мой! Видите, да? Единственный на всю коробку наконец-то выперснулся. Я еще подожду 5 дней, потом, естественно, я пересею сюда что-нибудь. Вот что такое ранний посев. У меня еще есть время, начало февраля. Я еще могу купить суперскороспелый какой-нибудь лук и все-таки его посеять. Но вообще по-хорошему у него 200 дней он растет только, а потом вступает в плодоношение. Поэтому, конечно, хотелось бы качество семян иметь несколько иное. То есть получше. И вообще хочу сказать просто и понятно по-русски, дорогие фасовщики семян, производители, скажите, пожалуйста, для какой надобности мне вот такой позолоченный пакет? Мне его куда на стеночку повесить потом? Семена профессиональные, семена от оригинатора, семена от там не знаю кого. Мне вот такого хватит беленького с точной информацией, характеристикой этого растения и производителя. Вот чего-то вы на продуктах такими мелкими буковками пишете, а здесь вы прям вот для слепых. Нет, мне не хочется платить за вашу печать, золотую и серебряную. Я и так пойму по плодам этого растения, что вы мне продали. Но платить деньги за бумажки я не буду. И вы меня не заставляете это делать. Договорились? Маленькие белые пакеты, оригинально оформленные. Все, этого достаточно. Мы заканчиваем эту тему. Следующая тема будет конкретно пикировка. Мы постараемся подобрать день, чтобы показать, как не нарушить корневую систему, сколько листиков должно быть, как эти будут выглядеть, и как их подкормить теперь те растеницы, которые имеют листики. Ну, на этом прощаюсь. Всего доброго. До свидания. Всегда ваша тетя Таня. Субтитры сделал DimaTorzok